МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно Плюс в студии Галина Бурон. Сегодня в нашем выпуске. Почему увеличились суммы в жировках за январь? Можно ли уменьшить эти цифры? Рассказали в городском ЖКХ. В Груднинской области появится турецкая промышленная зона. Ее планируют открыть на базе Грудно Инвест. Тема пожарной безопасности в творческой форме. В Грудно проходит отбор финалистов на городской этап конкурса спасателей глазами детей. Шедевр мировой классики в величественном храме. Реквием Моцарта в исполнении грудинской кафеллы собрал в парном костеле несколько сотен груднинцев. Ангелы, кошки и русалки. В Груднинском центре ремесел. Начала свою работу выставка скульптора Николая Скляра. Новые строки в квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги. С этого месяца увеличились суммы платежей в жировках. Нововведения в систему жилищно-коммунального хозяйства регламентированы указом президента Беларуси. У многих граждан цифры вызвали удивление. Почему разнятся суммы и можно ли уменьшить стоимость услуг? Наш корреспондент Вероника Цыганок узнала в Груднинском городском жилищно-коммунальном хозяйстве. Сегодня получили жировку и две строчки на санитарное содержание и на электроэнергию, засвещение вспомогательных помещений. Две лишние строчки и цена, как бы сумма большая. Хочем выяснить откуда, что, куда. Обнаружив в почтовом ящике январскую квитанцию об оплате за услуги ЖКХ, Наталья Савойска, была неприятно удивлена. Итоговая сумма получилась в два раза больше обычного. Те же вопросы задают себе и другие жители Гродно. Помимо увеличения сумм, также в жировках появились две новые строчки – освещение и санитарное содержание вспомогательных помещений. Подобные изменения в системе ЖКХ регламентированы указом президента Беларуси номер 535 от 31 декабря 2015 года. Согласно новым правилам, из ставки техобслуживания извлекли санитарную уборку лестничных площадок, мусороприемных камер, лифтов и подвалов, а также электроэнергию на освещение этих помещений. Раньше, как я уже сказала, это ходило в ставочку технического обслуживания. На сегодняшний момент по электроэнергии население возмещает расходы эксплуатирующим организациям, которые предъявляются нам, опять-таки, предприятиями системы Министерства энергетики. То есть, снимаются показания приборов учёта, и на основании этого происходит распределение пропорционально площади жилых помещений. Площадь жилого помещения – основной показатель расчёта стоимости всех услуг ЖКХ. Такая норма установлена гражданскими и жилищными кодексами. То есть, цифры в извещениях напрямую зависят от квадратных метров. И изменений в этом плане пока не предвидится. Что же касается уборщицы, обязанности, которые теперь отдельной строкой будут оплачивать жильцы, то от её услуг можно отказаться. Общую сумму жировки можно уменьшить за счёт сокращения стоимости санитарного содержания вспомогательных помещений. Сюда входит и уборка подъезда. Для этого жильцы дома должны принять общее решение о том, что чистоту в подъезде они будут поддерживать самостоятельно. Население имеет право отказаться от данной услуги, но для этого должно быть полностью стопроцентное согласие жильцов, должен быть составлен протокол о их согласии, должен быть разработан график уборки мест общего пользования, потому что этот график утверждён опять-таки постановлением Минжелкомхоза, и соблюдена периодичность, которая утверждена в данном постановлении. То есть это два раза в месяц у нас получается влажная уборка, и один раз, не менее двух раз в неделю сухая уборка, то есть просто подметание лестничной клетки. При этом контроль за чистотой лестничных пролётов будут осуществлять коммунальщики, и если порядка не будет, то в жировках снова появится строка «Санитарное содержание вспомогательных помещений». Техобслуживание лифта в январских извещениях рассчитано ещё по старому тарифу. В следующем месяце и эта сумма несколько увеличится. С 4 февраля это будет тариф, опять-таки установленный решением облсполкома, но уже на техническое обслуживание лифта, и там будет уже градация пропорционально площади занимаемого помещения, потому что это инженерное оборудование дома, то есть опять-таки это доля собственника. Электроэнергия силовая, потреблённая лифтом, уже была в январе выставлена населению под указ, именно под указ уже президента непосредственно, и это будет, в принципе, уже и в февральской, и в мартовской квитанции в любом времени продолжаться. Больше всех итоговая сумма январских жировок удивила жителей гродненских общежитий. В графе «Коплатье» они увидели семь цифр. За санитарное содержание и освещение вспомогательных помещений им предлагают заплатить 300-400 тысяч рублей. В городском жилищно-коммунальном хозяйстве пояснили, что расчёт тарифов для общежитий несколько иной, чем для приватизированного жилья. Но в итоговые суммы всё же закралась техническая ошибка. Если жильцы согласятся применять норму именно как в жилых домах и будут обеспечивать дальнейшее поддержание чистоты своими силами, то, естественно, что расценка будет уменьшена. Но в любом варианте перерасчёт по общежитиям будет произведён. Они могут пока не оплачивать. Мы разговаривали с разработчиками программы. Пеня на данный вид услуги не будет начисляться. То есть, если они не проплатят, ничего страшного. На базе Единого информационного расчётно-кассового центра работает горячая линия. Специалисты подробно разъяснят любую информацию по вопросам, связанным со стоимостью услуг ЖКХ. 17 февраля у нас работает горячая линия, которая может обратиться в любой гражданин. Горячая линия работает по рабочим дням, кроме субботы и воскресенья, с 14 до 16.00 на базе нашего Единого расчётно-кассового центра. По телефону 77 25 36. Любой гражданин, который интересует начисление оплаты за коммунальные услуги, который интересует расчёты все, может позвонить на этот телефон, и компетентные лица дадут ответы на всю интересующую информацию. Кроме того, можно воспользоваться и порталом коммунальной грамотности ЖКХ. Ссылку на официальную страницу вы видите на своих экранах. Здесь гродницы могут ознакомиться с нормативно-правовыми актами, найти всю информацию о новых тарифах и правилах начисления оплаты за услуги. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.